Продюсеров не готовят, сценаристов не готовят, шоураннеров не готовят, вообще никого не готовят. Кто-то начинает снимать кино, когда кино снимать не надо. У телек это в любом случае потенциал. Есть самый главный момент, авторов надо искать, авторов надо смотреть. Сейчас сценаристы скажут, а что они там говорят? Мы умеем писать. Людей в кадре убивают, все сразу говорят, это на КТК. Он ради этого на телеканал и приходит. И все трубят об этом и говорят, там вот экспансия, захват. Нам надо захватывать их. Всем привет, это видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. И у нас сегодня в гостях заместитель генерального директора КТК Даурен Иркейв. Спасибо большое, что пришли. Сегодня у нас будет, вот я в присутствии профессионального тележурналиста, говорю, что это не интервью, очередное раз оговариваюсь. Это такая беседа на тему, ну чтобы был что-то в интервью. Беседа на камеру. Да, беседа на камеру. Ну а беседа не на камеру. Хорошо, что не беседа в камере. Ну вот, в стиле КТК. Дорогие спасибо большое, что вы пришли. Спасибо, что пригласили. На нашу встречу. У нас нишевый канал, канал о сериалах. Ну, то есть сразу опять-таки оговорюсь, что это не интервью. Ну, то есть, чтобы вы там строгим журналистским критерием, грубо говоря, мы не будем соответствовать. Это просто беседа на тему, какая-то такая внутрицеховая, внутрицеховой разговор, в котором мы обмениваемся мнениями, какая-то информация вот тех людей, которые создают контент и которые принимают решения по контенту, в частности, сериалов, ну вот на нашем красавиатском рынке. Дороген, для начала, если коротко, можете рассказать, как вы, ну вот, словно, попали на телек, попали на телевидение. Да, очень просто на телевидение попал, в смысле, на втором курсе, пошел работать на Хабар и потом как-то перестал учиться в университете, уехал собственным корреспондентом в Таджикистан. Вот, и как-то потом, ну, поработал на Хабаре, последние 13 лет работаю на КТК, все, больше нет записей в трудовой книжке. Ну, я просто на всякий случай, как бы, ну, вот эту информацию для наших зрителей, чем интересно, ну, вот, грубо говоря, ну, вот, те, та ситуация, в которой мы можем сейчас обсуждать, то есть вы человек, который постоянно работал на канале, человек закончил жилфак, поработал там в новостях, теперь стал там, занимает там управляющую должность. Не дня на госслужбе, не дня в пресс-службе. Ну, и не дня, как бы, в продакшн-студии каких-то. То есть вы всегда работали у бродкастера. Вот у меня, в принципе, вопрос сейчас не совсем про сериалы, а вот такой он, больше там вот про журналистику или вот то, что происходит у нас. Поправьте меня, если я не прав, потому что я не журналист, может быть, в этой среде мало общаюсь. Очень много журналистов стали там, условно говоря, продюсерами. Ну, вы же тоже, по сути, продюсер, правильно? Это вообще, то есть это как бы правильная, как бы такая вот карьера, да, то есть там от журналиста, там, ну, становиться продюсером. Или же журналист должен там, условным там, парфеновым становиться там, либо занимать какую-то управляющую должность в той системе, то есть на канале, в котором он работает. Да, я думаю, все правильно, когда хорошо складывается. Тут же вообще большой вопрос, ну, собственно, к нашему профильному образованию, будь это там, не знаю, театральный или там журфак Казгу, там же постоянно идет критика там, ну, кого они готовят и где потом эти люди работают. Кто, в конце концов, двигает хорошее телевидение или хорошее кино, совсем не обязательно, что это люди с каким-то там образованием, то есть и где написано, что люди с журфаковским дипломом должны обязательно там работать в новостях. Не, мне кажется, тут вообще большой разговор о том, что высшая школа у нас специалистов нужных, наверное, не очень хорошо готовит. Так или иначе, это среда, где люди, которые там заканчивают какие-то там профильные вузы, гуманитарные, связанные с телевидением, с кино, они просто там тусуются в этой тусовке, как-то попадают, кто-то из новостей переходит там, не знаю, в кинопроизводство, в сериальное. Мне кажется, тут никаких расписанных сценариев, скриптов нету и быть не должно, в принципе. Весь вопрос только определяет это направление, только то место, где ты работаешь, да, условно говоря? Ну, если ты идешь на канал, ну, наверное, все это будет связано с каким-то видеопроизводством. Да, с видеопроизводством определяет это то, что если у тебя есть какой-то интерес, ну, какой-то базовый уровень, и есть счастливые случаи, когда одно с другим сходится, хоть у тебя там диплом физмата, ну, здорово. Проблема в другом. Проблема в том, что вообще у нас высшая школа, будь это гуманитарные профессии, ну, как мне кажется, я как бы об этом говорю, потому что я сам пытаюсь читать лекции, там, по журналистике. Да, с этим вообще огромные проблемы уже много лет. Вообще со всеми специалистами, да. А потом, где эти специалисты, как себя находят, и... То есть они сами как-то выравнивают свое какое-то такое призвание, да, получается? Ну, или получают на практике тот... Да, мне кажется, да, практика, да. Ну, что было хорошо в советской школе? Ну, во всяком случае, в советской высшей школе, да, там, заканчиваешь ты филфак, ну, не обязательно идешь, там, учителькой работать в школу, но, во всяком случае, какое-то базовое знание международной литературы, там, или русской литературы у тебя есть. Ну, какая-то база. Сейчас и наши вузы большие проблемы, если говорить о гуманитарных, там, о творческих специальностях, о телевидении, в частности, не сильно-то дают хорошие знания в плане, ну, таких, практические такие знания, да, ну, и с базой тоже, там, большие проблемы. Ну, я не знаю, мы на журфаке, там, у нас был современный русский язык, был хороший предмет, там, в плане международная литература, казахская литература. Приходили преподаватели с филфака, они что-то там нам, какую-то базу дали, там, какие-то книжки мы успели за 4 года прочитать. Да, сейчас с этим большие проблемы, потому что все эти преподы с филфака, там, с филфака к АСГУ, они там, их меньше стало. Борьба за часы на кафедрах постоянно идет. Ну, я сейчас не буду это рассказывать. Я вот тоже поделюсь, как бы, ну, вот, исходя из нашего опыта, ну, у нас, по идее, не готовят там сценаристов, да, то есть, ну, в смысле, нету... Вообще никого не готовят. Продюсеров не готовят, сценаристов не готовят, шоураннеров не готовят, вообще никого не готовят. Нет, ну, правда, никого нет. Продюсеров есть какой-то факультет уже, Евгений, ну, там, продюсеры кино. Скажешь, сценаристов вообще. Вот, и для меня сейчас, вот, грубо говоря, больше вопрос не того, что он закончил, какие знания получил. Ты думаешь так, если он поступил туда, то, наверное, у него по-настоящему хоть какое-то есть желание им стать. Это уже какой-то фильтр, грубо говоря. Ну, собственно, и все. Больше хорошо получается, серьезно он намерен это. Ну, просто вот есть люди в определенном месте, ну, там, условно говоря, люди, которые пошли на сценарные курсы, но они заплатили деньги, ну, у них неплохое намерение, да, то есть, ну, в смысле, не просто там, ну, это же вот так у нас у каждого второго есть какие-то сценарии, там, ну, как будто бы идеи, там, и так далее. И ты отбираешься только таким образом. А уже чему научили, то есть там вообще, как бы, разговора нету, ну, как бы, о том, что там, есть какой-то человек, который закончен, какой-то факультет по сценаристике, например. Ну, и, конечно, вопрос тому, чему их учат, то в том же Жургенева тоже вопрос большой, потому что они учат по, там, условно, по Тарковскому, как бы, и учат презирать все, как бы, жанровые такие предполагающие направления. Ну, наверное, они знают, знают, чему учить. Все правильно, мы не будем их критиковать. Все вузы нужны, наверное. Я просто знаю одно, что, ну, это, на мой субъективный взгляд, ну, в смысле, человека, который работает на телевидении, снимать научились многие. Работать за кадром в плане продакшена научились многие, монтировать научились многие, потому что есть сферы, которые у нас так или иначе двигаются, и люди набивают руку. Не знаю, музыкальные клипы, коммерческая реклама, да, ну, то есть, по мне так, если найти, если стоит задача найти ребят, которые снимут, которые покрасят, которые красиво смонтируют, то, вот, у нас постоянный разговор, да, с вами о компетенциях, то, в принципе, мне кажется, в Казахстане есть эти люди. Ну, другое дело, сколько они стоят, и как много их, но, тем не менее, эти люди есть. Вот, когда мы идем в сторону, там, креативного продюсинга или сценаристики, там, ну, все намного сложнее. В нашей стране. Ну, в принципе, я только думаю, и по всему миру сложнее. И в России сложнее, и в Голливуде сложнее, и с идеями всегда сложнее. Я хотел спросить, вот, смотрите, вот у нас, вот, очень, ну, до прошлого года у меня было такое впечатление, и оно было, ну, не только у меня, что вот есть канал КТК, который, там, не заказывает сериалы, ну, там, у других студий, да, то есть он все делает инхаус, с одной стороны, с другой стороны, ну, вот, я знаю, вот эти случаи, по-моему, вот, ситком Базарбаева, да, это КТКшный был, или Кудалару, то есть один из проектов ситкомовских был... Кудалар. Кудалар, да, по франшизе снимали, да. Потом был сериал Несломленный, но это же были, как бы, все равно взаимодействия с продакшн студией. Какая сейчас, вот, грубо говоря, политика в плане, ну, взаимодействия со студиями? Потому что, в принципе, вы единственный канал, который, ну, какие-то, то есть, в основном делает проекты, там, сам, да, а на всех каналах развито такое, отдали в аутсорсинг, ну, там, контролирует, принимает. Почему делали сами? Потому что основой и до сих пор основой Прайма является собственное информационно-публицистическое производство новостей, ток-шоу. Мы знаем, как это делать, и мы делаем это сами. Ну, технические возможности, да, вот именно, вот если эти форматы тоже. Да, да, есть и технические возможности снимать все это, есть понимание, есть коллектив авторов, журналистов, которые это делают, да, но, так или иначе, все равно идет смещение запросов аудитории, то есть, повышение запросов в сторону сериального производства отечественного на русском языке, на казахском языке, да. В плане взаимодействия со студиями мы работаем, мы, нам интересно, мы открыты, естественно, стратегия канала, мы хотим развивать собственные, собственное производство. Как минимум, креативный продюсинг, как минимум, такой сценарный продюсинг, это все на нашей стороне, мы достаточно глубоко пытаемся, как бы, взаимодействовать с продакшенами в этом отношении, но, во всяком случае, какие-то свои вещи диктуем. Я на всякий случай сделаю такую пометку, потому что до этого, когда мы разговаривали тоже с представителями каналов, они, собственно, производство называют просто произведенное по заказу канала, да, то есть, то, о чем говорите вы, это, собственно, производство, имеется в виду, то, что производит сам канал, а не продакшен, ну, как не продакшен студия по вашему заказу. То есть, вы стремитесь развивать собственное производство, повышая компетенцию вот в креативном продюсировании, то есть, это разработка идей, да, и, ну, и какая-то авторская группа, да, ну, то есть, вот эти проекты, которые у вас были, проекты вот по докудрамам, ну, большое количество серий было снято, я просто про докудрамы, я с самого начала, когда пытался вообще залезть на телевизионный рынок, я так высчитывал, что вот докудрамы, это, грубо говоря, это вещь, которую еще, ну, там мало кто делает, за маленькие деньги, я, ну, я пытался такими бизнес-категориями рассуждать, типа, как бы, я не умею делать сериалы, большие шоу и так далее, может быть, мне попытаться сделать такой проект, который, грубо говоря, всем каналам нужен, ну, недорогой за деньги, то есть он нужен, ну, он будет там, он будет удобный, тогда как раз закон весь этот вышел про 50% на казахском, про собственное производство, но у меня не получилось уложиться в какие-то небольшие деньги, ну, и потом прошло там два года, ну, все стали делать, как бы, ну, не все стали делать, заказывать вот эти докудрамы, они, ну, вошли в нашу, как бы, ну, такую действительность, этот проект докудрам, он был же, это было собственное производство, был такой осознанный, как бы. Нет, ну, мы и заказывали что-то, но контролировали процесс сценарный, что-то снимали и сами, то есть, ну, если говорить о реконструкционном телевидении, о докудрамах таких женских, о каких-то криминальных проектах с реконструкциями, да, то там очень глубокое, ну, погружение канала и в сценарном плане, и в плане съемочном, да, там, ну, модели разные были. Ну, подрядчики, это те, которые, как бы, просто снимают, как бы, те идеи, которые, ну, вы разработали, скажем так, да? Ну, были такие, да, вещи, были истории, когда мы покупали сценарии, адаптировали их, и отдавали, там, для съемок. Ну, вот, сейчас почти на каждом канале, ну, особенно на государственных, да, есть такой раздел на сайте, в котором, там, как бы, они объявляют конкурс, да, конкурс идей, ну, по сути, это, в принципе, конкурс на производство, да, для продакшн-студии, но по идее, как бы, идет такой, как конкурс идей, то есть, ну, в смысле, все могут послать свои заявки, вот, как вы, ну, как вы считаете, какая правильная модель, например, может ли какой-то человек, который весь классная идея для сериала, ну, по его мнению, соответственно, отправить вам, и может ли быть так, что вы будете с ним работать, ну, условно говоря. Ну, теоретически может быть, другое дело, что практически, это не совсем, ну, такая, реализованная история пока, да, ну, то есть, проблема в чем? проблема в том, что многие продакшены приходят к нам, и, ну, это до недавних пор было, сейчас как-то уже немножко ситуация изменилась, но многие продакшены приходят и предлагают какие-то идеи, при этом продюсеры, они даже не смотрели и не изучали сетку канала, вот, то есть, есть идеи, которые кажутся интересны мне, потому что я смотрю, там, не знаю, Netflix, и, да, но не все можно, да, и НТВ, да, но я иду на телеканал КТК, и там другая история, и как минимум нужно изучить сетку, понять, на чем канал строит свой дневной эфир, на чем он строит прайм, куда реализованный проект, с точки зрения его концепции, идеи, хронометража, куда он теоретически может лечь в сетке канала, вот, телевизионным продюсерам во многом, не хватает вот этого, от продакшенов, понимания, что идея, она должна быть не просто крутой, классной, а она должна как-то реализовываться, с точки зрения ежедневных эфирных потребностей. Ну вот, ну, в общем, по этим, по докудрамам, да, почему канал лет, там, шесть назад, там, обратился к ним, потому что, с точки зрения соотношения цены и эфирной отдачи, это была такая очень классная, интересная история, 45-минутные вещи. программинка, да, программинка тоже, можно затыкать дыры, цифры, неплохие цифры, производство, которое стоит на порядок дешевле, чем производство сериальной продукции. Ну, в общем, история для дневного эфира, она была очень хорошая, и в какой-то момент мы поняли, допустим, что ни сценаристов, ни производственников, которые бы делали нам эти вещи, у нас, ну, их не так много, да, потому что, кто-то начинает снимать кино, когда кино снимать не надо, да, когда это докудрама, да. Ну, там достаточно прагматичная штука, там надо писать именно так, как нужно, то есть никаких там, грубо говоря, условно, там, радикальных идей, там, или фантазий, там, это истории диалоговые, это истории, снятые по телевизионному, это истории, которые где-то даже восьмерки какие-то классические игнорируют, там, снятые это по-другому, там, лайвом, живой камерой, да-да-да-да-да, и вот это тоже был достаточно большой же опыт для нас, когда мы объясняли ребятам, как это надо снимать, потому что, вот, снимать фиксами, это не надо, а надо снимать вот так, почему? Ну, потому что, потому что это продукт такой, ну, то есть, но снимали это ребята, то есть, которые, ну, с канала, да? Да, мы сами снимали эти истории, потом мы отдали это продакшену, Но у нас и у Айель Харкшарахте, и у Корпкель, у двух наших докудрам, таких самых, я вот не беру реконструкционные и криминальные форматы, а если говорить о женских форматах докудрам, у них такие были очень хорошие рейтинги, несколько сезонов. Наснимали мы этого очень много, и до сих пор оно ставится. Ну, получалось так, что я и на других каналах видел такие истории. Ну, может быть, у них не получалось так оптимизационно снимать, но они все равно, условно говоря, могли стоить до миллиона, ну, там, скажем так, их ставили, грубо говоря, в эфир, и они били те же сериалы, которые стоили несколько миллионов. Ну, в смысле, по цифрам. Ну, то есть это же был один и тот же заказ, грубо говоря, ну, одного и того же канала. Ну, то есть он мог быть даже, ну, каналы могут быть даже, ну, не специализироваться на таких историях, там, криминальных. То есть, знаю, на Алмате, по-моему, такая происходила, то есть штука докудрамы, били сериалы как бы по цифрам, хотя там стоили меньше, скажем так. Ну, да, да, ну, сейчас, может быть, мода на эти докудрамы, она немножко, ну, спала, да, то есть какие-то эфирные функции этот продукт выполняет, и, в принципе, интересно дальше это снимать. Вот, по-моему, в прошлом году мы купили сценарий в Украине, адаптировали это, да, там тоже вопрос адаптации, он тоже был такой достаточно сложный, потому что, понятно, есть там портфель готовых историй, но их нужно, да, привести в соответствие, конечно, там тоже. Ну, сняли, по-моему, мы сняли четвертый или третий или четвертый сезон вот одной из историй, да, и все это работает. Я бы всегда думал про докудрамы, еще что у них, кроме того, что вы сказали, во-первых, это недолго, во-вторых, дает цифры, в-третьих, он помогает соблюдать законы там о языке, о собственном производстве, ну, и там с точки зрения программинга. Вот если говорить с точки зрения развития сценарной группы, мне казалось, что это, ну, проект, на котором, ну, губерсценарная группа может учиться писать. Ну, то есть, проблема же в чем, то мы можем собрать группы сценаристов, и вот проект, мы же не можем сразу давать им, возможно, как сказать, такую ответственность, писать какой-то такой проект. Во-первых, обычно нет времени на это, да, там учиться и учиться. А с другой стороны, люди, чтобы развивались, они должны что-то делать, чтобы писать, видеть это, как это осуществляется, как это работает, получать фидбэк, условно говоря, писать дальше лучше. Ну, вот вы… Проблема, я считаю, что в продюсинге и сценаристике главная проблема – это то, что нет таких широких возможностей, как в продакшене, ну, в смысле, как у специалистов, которые занимаются там монтажом или съемками, таких возможностей набивать руку. Потому что не все проекты, мы понимаем, реализуются, многие проекты, они остаются на бумаге, не всегда ты видишь, не всегда ты получаешь обратную связь рейтинговую, обратную связь от зрителей, даже субъективная обратная связь – это очень важно, главное, чтобы это было снято. И в этом плане именно докудрамы, именно реконструкционные криминальные форматы, вот у нас было дело, проект уже сейчас снимается, третий сезон – это такие громкие истории криминального Казахстана, где берется за основу уголовное дело, но потом очень многое оно… Допридумывается. Да, конечно, оно дописывается, ну, и на украинском телевидении, и на российском телевидении, такой самый громкий пример – это с Каневским следствие ввели, да. Это такой вот формат на стыке жанра, и это хорошая, очень классная возможность, как раз вот о чем вы говорите, набить руку, потому что это сегодня снято, на следующей неделе оно уже снимается, и ты уже видишь, где, какие у тебя, как у сценариста, проблемы, где ты там, допустим, слишком был увлечен реальной историей и упустил момент, что это все-таки художественное повествование. То есть, что твоя задача – не рассказать достоверно, а что взять за основу. Конечно, это главная проблема, и это вот тот момент, который, ну, я надеюсь, наша авторская группа уже как бы очень хорошо для себя усвоила, потому что пересказ уголовного дела – это никому не интересно. И многие сценаристы большого кино, они к этому приходят, что пересказ реальных событий – это удел авторов документальных книг или документальных фильмов, да, а когда ты делаешь на основе по мотивам художественное произведение, это другая история, как соединить одно с другим и сделать действительно увлекательное повествование. Ну, это, то есть, тот случай, когда реальность, она должна тебе помогать, ну, потому что люди, например, смотрят, какой капитан Филлипс, если они знают эти события, там, дата, это как бы помогает контекст, да, там, ну, тот же Тарантино, ну, у него, конечно, радикальная такая штука, но, там, для неамериканцев. Он мечтатель, он придумал, как сделать классно. Но, то есть, когда помогает, а не наоборот, чтобы она, там, грубо говоря, тебя уводила из, там, драматургии, да, то есть, грубо говоря, уводила в какой-то, там, а давайте мы расскажем, как было на самом деле. Ну, тут же много еще рисков, да, вот мы, как бы, с этим тоже, опять же, не столкнулись, но, вот, если говорить о удачных историях, да, российских биографических, там, спортивных каких-то биопиках, когда масса претензий со стороны родственников, да, реальных этих участников событий. Много месяцев мы снимаем наше интервью и снимаем наше видео в семейном кафе «Мама Смайл», который находится в Баганашиле. И я впервые хочу сказать им большое спасибо, потому что они нам предоставили, там, и залы, и когда у нас в комментариях наши подписчики написали, что у вас со звуком проблемы, найдите локацию, где они будут, там, дети играть на фоне. Вот, нам предоставили локацию, чтобы вы могли хорошо слышать то, о чем говорят наши спикеры. Поэтому большое спасибо семейному кафе «Мама Смайл» за то, что предоставили нам такую возможность записывать наше видео. Ну, потом что-нибудь, видосик какой-нибудь, да? Я там не буду как дубком, типа. Как вы относитесь, вот опять-таки, к такому тоже, опять-таки, по моему мнению, представлению о том, что такое сериалы, ну, вот если мы уже переходим в сериалы, в какой-то такой вот телевизионный, скажем так, формат, ну, такая есть какая-то парадигма, которая ложная. Мне кажется, в представлении многих людей, что сериалы — это длинное кино, ну, вообще, что это кино, просто оно там длинное, ну, и более, там, условно говоря, дешевое. И мне кажется, даже решения иногда принимаются просто из-за счета того, что точно так же. Это большая ошибка, когда продюсеры телевидения относятся к сериалам как к длинным полнометражным фильмам, разбитым там на восемь. Нет, есть такие проекты, которые очень круто сняты. Они имеют право быть, когда там дают денег Netflix. Или кто-то там дает денег-то много, да, и восемь серий сняты. Нет, для нас, конечно, это история, в первую очередь, другого языка, возможности по-другому вести повествование и вовлекать вот в эту длинную историю зрителей немножко другим. То есть привлекать не спецэффектами, а где-то вселенной какой-то прописанными героями, которые развиваются из сезона в сезон, да. Ну, конечно, мы мечтаем все делать такое. Ну вот, если можно, расскажите про вот этот проект, про «Красный уровень», да, который, ну, в принципе, снимался достаточно качественно, ну, и он снимался так, я так понимаю, как кино, я не говорю, что писал, снимался, да. Вот, вот про этот опыт. Я так понимаю, вот канал в этот, ну, в этот проект был достаточно сильно вовлечен. Да, 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 был очень сильно вовлечен, в смысле это было наше производство. Ну, по качеству оно было на другом уровне, чем то, что мы, ну, там, снимаем для телека обычный, скажем так, да. Да, ну, потому что стояли задачи, были привлечены специалисты, и это снималось, в принципе, по сериальным технологиям, просто, может быть, в плане экшена, у нас не так много сериалов экшен, сериалов снимается, да, это было снято, ну, на несколько другом уровне, там, с привлечением специалистов по спецэффектам, с какими-то постановочными сложными съемками, да, и были привлечены специалисты из России, которые делали там крепкие экшены, там, там, это режиссер Глухаря, это оператор, который много российского экшена нас снимал, вот. Для нас был интересен опыт именно сценарный. А это писала ваша сценарная группа, то есть вы сами? Нет, это были привлеченные сценаристы, но казахстанские, потому что тема, она такая достаточно сложная, это экстремизм, да, и тут необходимо было погружение людей, то есть, чтобы писали люди, которые в эту историю всю погрузились. У нас один из, ну, руководитель сценарной группы, он, у него был большой опыт именно написания документалок на эту тему, снимал документалки на эту тему. А, ну, здесь, как бы, раскрытие темы, ресерчинг для них был проще. Да, 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 там, ну, сроки были сжаты, и не было времени на то, чтобы осваивать эту историю, там, два года там ездить, там, смотреть, как устроена Чернобыльская АЭС, там, да, и копаться в документах, да. Как проходят штурмы, на самом деле, да. А? Как проходят, на самом деле, штурмы, реальные штурмы. Да, 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 поэтому тут нужны были люди, которые уже знают о проблеме достаточно глубоко и достаточно много. Ну, как прошел этот сериал? Да, были рейтинги очень хорошие. Рейтинги были очень... Четырех или шести серийный, да, по-моему? Это восемь серий. А, восемь серий. Восемь серий. Вы показывали его раз в неделю, либо опустили его в пять дней? Сейчас я не помню, мы, по-моему, его показывали сплитом, по-моему. А. По-моему, на выходных мы показывали... Четыре-четыре? По-моему, да, четыре-четыре, да. Сейчас вот боюсь ошибиться, но, кстати, вот такой показ, он достаточно хорошо себя в эфире зарекомендовал. Если удачная история, допустим, снятая по 25 минут, то мы ее ставим там в субботу-воскресенье, там делим там пять серий по 25, там в субботу пять серий по 25, в воскресенье, вот наши последние истории, которые очень хорошо подкрепили... Да, последние два серия в этом, да? Да, да, вот Кейншак и Инжу, да, они были поставлены сплитом, не горизонтально, а вертикально в субботу-воскресенье, и они очень укрепили в субботу и воскресенье, там были очень хорошие показатели. Ну, то есть до этого вы что-то, ну, получается, убрали, там же достаточно большой, вы должны были освободить для них слот, да? То есть там не было каких-то периодических, ну, там, программ, которые... Нет, там программинг в субботу и воскресенье, он позволяет это делать, он позволяет это делать. Если в будни для нас очень важны горизонтальные вещи, ну, вот, там уже сформированный слот, где закупной продукт, где вот Жатту Стар, отличная тоже история, да? Вам, спасибо вам. Которую вы нам снимаете, первое творческое объединение нам снимает замечательную мелодраматическую историю. Спасибо. Да, там очень важно, чтобы люди с понедельника по четверг смотрели, эти 45-ти минутки, да. То в субботу и воскресенье мы можем себе позволить какие-то эксперименты в плане вертикального программинга. Вот это интересный такой опыт, потому что я просто сейчас поделюсь. Я когда-то очень активно смотрел «Отчайный домохозяек» на Фоксе. У них был интересный такой программинг. Они показывали 4 серии по неделе каждую. Ну, там, по нашему времени в 3, но я не знаю, как у них там в Америке выходило. Одна серия каждый день, будний день. А в субботу они показывали сплитом все серии, которые за эту неделю показали. Это было интересно, потому что, ну, тогда еще как бы мы не пересматривали серии в интернете, а смотрели только по телеку. Если ты какую-то серию на неделе пропустил, ты как бы в субботу у тебя все серии, и они еще, ну, и выглядят как одна история. Но с другой стороны, вот, например, в России и в Украине популярны вот эти форматы 4-х серийки выходного дня, да, когда они там 2 серии по 45 минуты показывают в субботу и 2 серии в воскресенье. Возможно, вот то, что сейчас вы ставите, это, возможно, тоже получается из разряда примерно такой же тенденции. Все телеканалы, имея сейчас конкурентов в виде интернета, у ТТВ-площадок, где можно там за поем посмотреть там 3 сезона сразу там или там 1 сезон сразу, там если это что-то такое свежее, они все, имея этих конкурентов, они все ставят эксперименты в плане программинга, да, там, не знаю, «Пятница», которая ставит свои, это не сериальное производство, но которая ставит свои шоу, да, и свои реалити тоже сплитом там, да, сразу там 3-4. Посмотрите, интересный программинг же у них. У нас неплохой опыт, когда нам не имеет смысла вот эти 25-ти минутки размазывать горизонтально по будням, да, и очень важно ставить их каким-то блокам на выходные, когда нужно поддержать, вот. Тут, ну, как бы есть о чем подумать. Турки, которые нам продают свои серии, у них там под 2,5 часа серия, естественно, мы это режем и делим там 2,5 часа. Это такая… Это сколько, 3,15, в общем, с рекламой, да, где-то? Ну, что-то там, ну, очень большие хронометражи, это все режется, да. У них серия вот такая вот… Они так и выходят, да, получается? Ну, как в Турции выходят, я как бы не боюсь соврать точно, но продается это в таком виде. Да, да, на самом деле так. Да, то есть продается в таком виде. Все в поиске каких-то решений. Где-то есть решения исторические, сложившиеся, когда мы выстраиваем блок из закупного продукта, 45, потом 45 идет казахстанский продукт, потом идут новости, потом идет опять 45 какого-то экшена, там, допустим, на русском языке. Да. А иногда выстреливают истории, когда какая-то логика такого традиционного программинга, она нарушена. Потому что все уж по-другому. Потому что где-то зрителю удобно, он включает телеканал в 7 часов, и он знает, что у него будет мелодраматическая история, потом ток-шоу, потом новости. Он ради этого на телеканал и приходит. Он не хочет… Этот блок включил, и все, и ты… Да, и самое главное, ты не идешь… Почему мы говорим про телек, что у телек это в любом случае потенциал есть, потому что это же тоже мучение идти на ОТТВ и выбирать, страдать и выбирать, что я вечером посмотришь. Почему они еще разные, эти приложения? Ну, то есть нет одного приложения. Если ты подписан на три приложения, это вообще ужас. Ну, ладно, ты выбираешь из трех приложений, заходишь в одно приложение, а потом, ну вот у меня это постоянно проблема выбора, я страдаю, что же посмотреть, там вроде все уже там стоит, там, да, курица какая-нибудь там перед телевизором, все готово, все хорошо, и ты тратишь там целый час, потому что не знаешь, что выбрать. Да, либо 10 минут смотришь, потом, подожди, по-моему, там все-таки интереснее. Да, вот это все, да, потому что, ну, проблема выбора, да. И люди приходят на телек ради того, что выбор за них сделали, и для них сформировали вот этот плейлист, с одной стороны. Но с другой стороны, то, что люди могут пойти и на те же УТТВ-сервисы, и если выбор, в смысле, если продукт успешный, он их затягивает, то, понятно, это будет какое-то запойное осмотрение. И с этим мы тоже должны как-то соперничать, да, то есть уже есть у людей выбор, они могут посмотреть, там, уйти в пятницу вечером и проснуться там в понедельник утром и посмотреть там три сезона. И тут какую-то альтернативу мы тоже должны дать, если у нас есть тоже успешные истории. То есть желание человека, нырять из серии в серию. Вот, например, если для сценаристов, да, я просто вот когда учился в этой сценарной мастерской, нам в конце, ну, когда вот мы учились писать сериалы, в конце нам говорили, вы должны определиться, на какой канал вы, ну, как бы, пишете эту историю. То есть, ну, так уже маркетингово должны быть готовы. Ну, то есть это, в принципе, то, о чем вы уже до этого говорили, чтобы учитывали, куда вы отправляете, да. И вот тогда нам говорили, потому что, ну, словно говоря, первый это такой канал, там, Россия, это вот такой, это вот центр, СТС, и вы должны и форматы подразумевать, там, не у всех 40, у кого-то 45, там, 6 серий, 12, вот. Вот, но если, например, брать канал КТК, это какой сериал? То есть, какой сериал, ну, грубо говоря, по жанру, по содержанию, по формату, это сериал КТК, который, ну, будет работать на КТК. И вы, ну, и кроме этого, вопрос такой, то есть, это все еще, как бы, значительный фактор? Ну, то есть, что на одном канале какой-то проект может пойти, на другом канале он не пойдет, например. Как бы ни говорили, что у человека в руке пульты, и для него лояльность к каналу уже особого значения не имеет, он приходит на продукт. Но, с другой стороны, таких продуктов у нас не так много. Это спорт, это, там, финал чемпионата мира, это удачная сериальная какая-то история. Да, там человек может прийти, у канала, у которого, там, не самые хорошие медиатометрические показатели, за счет продукта он может вылезти, за счет какого-то крутого шоу, с одной стороны. С другой стороны, мы тоже должны учитывать, что так или иначе у канала есть философия, настроение у каждого канала. Это тоже влияет на телесмотрение. Да, канал КТК, это канал с сильной информационной составляющей, это канал с каким-то своим закупом и программингом в плане иностранных сериалов. Какие истории у нас пойдут? Ну, это вопрос такой, который ставит, наверное, любого в тупик. Не, ну, правда, ну, как бы тут... У вас же есть какое-то представление? Не, ну, представление... То, что на поверхности... Смотря как снимать. Ну, я сейчас могу сказать, там, ситкомы не пойдут. Ну, наверное, как бы сейчас мы не готовы делать... Солнечные семейные ситкомы не пойдут. Ну, и не солнечные семейные, молодежные ситкомы, там, ну, вообще, как бы, там, может быть, эта история, там, больше не КТК, там, а, там, НТК, ну, там, 31 канала, там, да. Но это тоже такие, вот, видите, все так меняется, что вообще ничего не хочется озвучивать, потому что сегодня одно, а завтра другое. Ну, на данный исторический момент, на ноябре 2019 года, вот смотрите, потому что вот очень много детективных историй, ну, я считаю, что у нас не так много людей, вообще, практически никто не умеет внутри страны писать ненормальные детективы. С одной стороны, с другой стороны... Сейчас сценаристы скажут, а что они там говорят, мы умеем писать. Нет, это же я сказал. Я готов, я готов, чтобы принять этот вызов и докажите мне это. Пусть приходят сюда сценаристы, да, которые готовы. Пусть приходят, хоть злые, хоть пускай мне докажут, я буду только рад. Вот, ну, я имею в виду, но детективная история, несмотря на то, что там на этом русскоязычном пространстве, она считается, как бы, ну, среди сценаристов первым опытом обычно, и считается, что детективная история там легче всего написана, потому что она очень структурирована, но с одной стороны. Ну, с другой стороны, ну, почти все начинают с детективных историй, вот. Но с другой стороны, у нас пока, ну, такого, такого опыта большого не было, да, огромных заказов, у нас нет практически детективных сериалов. Ну, вот, то, что на поверхности. Кажется, что детективные детективы пойдут на КТК, потому что все остальные, ну, вот, придешь, например, на какой-нибудь канал, они говорят, ну, это, скорее всего, КТК, это не к нам. отправляет такая как бы убиваются вот подумайте вот детективы экшен детективы эта история конечно безусловно и для продюсеров она такая очень заманчивая естественно глядя на то что делается не только там в россии мы там смотрим там на какие-то вещи которые снимаются за рубежом которые ставятся как на телике так и снимаются изначально для каких-то может быть и интернет платформ мы конечно хотим это все дело снимать были был какой-то опыт опыт неплохой сейчас показа закупного продукта вот подобного до экшена он тоже как бы дает некие информацию для размышлений в том смысле что это может как-то хорошо сыграть в эфире сработать на собственном материале вопрос реализации это мы же мы же понимаем что ну может быть для сценариста это хороший опыт потому что детектив это всегда какие-то скрипты и но смысле эта структура какая-то достаточно жесткая это это возможность прописать хорошо фабулу как-то следовать каким-то основным сценарным законам потому что сам формат там кто же убийца он он позволяет да как-то сделать ну сразу задана цель гелое понятно делать что надо сделать это крепкую историю сделать да а вот съемочно это уже другая история да да то есть и съемочно там да я не говорю даже о прям таком зубодробительном экшене что были спецэффекты там даже если это уходить какой-то скандинавский нуар до психологические вещи покрашенные в такие там серые цвета или темные цвета такие готические тоже надо как-то сделать поэтому мы понимаем что если это делать то делать надо это ну вот хорошо вот вот вопрос сейчас купить мертвое озеро и поставить его в эфир принесет он на рейтинге или не принесет да а рядом есть на нтк патруль который приносит вообще самый замечательный их кейс и ну смысле я просто восхищаюсь коллегами и каналом и продакшеном которые это производят ну правда классная история которые в телеке приносит хорошие рейтинги да и в интернете смотрится и шагнула за пределы казахстана вот это еще это это же тоже классно но это не как бы и где-то не детективная это же ситком а вот к таким каким-то из историям насколько мы готовы к готическим историям или к историям там про супергероев которые защищают свою пасеку чтобы нам самим это снимать тут вопросы большие хотя с другой стороны пробовать надо экшен просто сложно сложно для реализации я имею ввиду формате телевизионного производства нам нужны длинные истории мы же понимаем а когда мы говорим о длинных историях мы понимаем что женские эмоции любовь это в реализации ну нам проще нежели это вещи которые связаны с погонями я вот этот вопрос не могу не спросить потому что ну смысле понятное дело что может быть его уже задавали не раз вопрос конкуренции телевидения и ну если мы в разрезе сериала все-таки берем они просто телевидение интернет а телевидение и там streaming платформы и тоже с точки зрения и того как производить этот продукт вы думаете это может как-то жениться вместе или же это вот какие-то разные два направления основного радио телевидения каждый как бы самостоятельно я думаю в любом случае она будет каким-то образом жениться потому что даже если телеканалы не выступают производителями собственного контента они выступают продюсерскими центрами они выступают какими-то они включаются в процесс своими авторскими группами они диктуют там какие-то сценарные направления так или иначе у нас весь основной 95 процентов сериального контента он продюсируется телеканалами то есть традиционными эфирными вещателями правильно да ну то есть доля веб-сериалов которые делаются такими independent но она такая достаточно мая маленькая все равно сейчас даже тот же контент который на ю тубе выкладывается он все равно каким-то образом к нему имеют отношение эфирные вещатели поэтому даже если и показ контента уйдет на какие-то другие площадки то задача перед телеканалами перед продюсерскими силами телеканалов она состоит в том чтобы продолжать все это дело продюсировать развивать сценарную но то есть и так или иначе это будет мне кажется жениться ну то есть а логический ли шаг например скажем наш условиях частного телеканала создавать там стриминг-платформу ну как вот россии старт там или т.н. т.п. ну мы же понимаем сейчас россии ну как бы во первых вопрос денег да ну как бы вот опять же вопрос денег народа населения но вечно телевизионные продюсеры одно и то же говорят почему у нас такое телевидение плохой у нас людей мало и денег мало да ну как бы там ну давайте еще раз то есть у нас у нас маленький рынок и поэтому нас мало рекламных денег скажем мало рекламных денег мало возможности для производства контента разделенная аудитория по языку разделенная аудитория по кстати по языку я бы тут тоже это может быть во многом такой переоцененный фактор мы делаем универсальные продукты где сидят и русскоязычные казахоязычные интересно в аудитории новостей на русском языке на кпк очень много казахоязычных которые по программингу можно посмотреть они с казахского ток-шоу переходят перетекают в русские новости нормально все как бы тут это как бы этот фактор присутствует но переоценивать перегревать его тоже не надо вот за деньги про маленький рынок какие проблемы то есть стриминг-платформа для телеканала в россии роскошь который может позвали себе представители большого рынка да то есть игроки большого ну как бы мы же сейчас можем почитать все эти выкладки и все говорят о том что у и у нетфликса не все так там идеально что это во многом да ну то есть эта история стартаповская история инвестиционная да это ну как бы стартаповская история в которой уже такие деньги совсем не стартаповские или или и они скупают все буквально и так как переворачивать весь мир ну да ну как мы получаем прибыль но просто сша и голливуд это такая история где есть эти деньги и где есть такие модели бизнеса где средства можно вкачивать и даже покупая какие-то экспериментальные вещи то же самое происходит и в россии где мы видим на рынок сериального производства по большей части такого сделанного для размещения в интернете на каких-то таких платформах более-менее независимых не эфирного да но скажем так заходят игроки которые вообще там производству там сериалов и контента не имеют никакого отношения для них это опять же тоже же история инвестиционная во многом есть день создание экосистемы создание экосистемы там заходят банки до заходят телекоммуникационные ассо аудитории для аудитории делает либо он приходит надежде собрать аудиторию то есть благодаря там контенту да мне кажется что там уже даже не столько стоят задачи имиджевые сколько стоят задачи уже и охвата до привлечения потому что ну там уже все знаем это сбербанк яндекс там им всем это интересно они все это начинают делать там уже на западе уже там производители косметики снимают сериалы заказывать ну классно вот у нас этим делом немножечко более грустно опять возвращаемся к рынку к аудитории в нашем рынке телевизионном рынке есть только деньги рекламные то есть которые находятся бюджет пока рекламные имиджевые какие то есть какие то есть государственные деньги вот про государственный я вот хотел посмотрите получается так что в россии ну пока имеют историю уже рассказывают уже как как сказать как аксиому да или как не ставишься факт что вот там 2000 какой-то там год да все попадало в россии кризис и вот тогда когда сделали первых ментов они были дешевле чем там дефолт добрый закупной контент рубль упал до доллар выросла и получать это экономическая ситуация в котором появилось все сложилось так что грубо говоря каналом на свои деньги было дешевле производить свой собственный контент и он лучше заходил даже чем закупной ну так сложилось у нас ну мне кажется если так сложится будет какой-то ужас вот но мне кажется там был огромный накопленный интерес не реализованный к собственному собственным историям и одно подкрепило другое с одной стороны сугубо экономический фактор он подкрепил фактор того что были крупные вещатели и которые до каких-то пор показывали там закупной продуктам друзей показывают как ломба показывали из 90-х истории там не знают и потом тогда и новости очень такие были все все было как бы это интерес каналом они были реально как сказать да ютуба не было были телеканалы которые там показывали джеффа бриджеса и туда так совпало что вместо джеффа бриджеса детектива коломба там на федеральные каналы пришла другая история она была очень востребована у нас ситуация несколько другая но как мне кажется она по-прежнему в смысле она все равно ну перспективная то есть потребность собственном контенте собственных историях она есть еще раз повторю что телеканалы они должны выполнять какие бы платформы мы не перешли где бы не показывалось все это да но телеканалы как продюсерские центры изучающие в предпочтении аудитории они должны продолжать это все дело продюсировать кто как не телеканалы кто как не специалисты с телевизионного эфира я не говорю о кинопоказе но я говорю в первую очередь о многосерийном показе как он куплен на компетенциях хотя бы по предпочтению да 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 по продюсингу они должны это продолжать продюсировать и уже другое дело где это все размещать и где это показывать то есть вот поэтому мне кажется перспективы они есть возвращаясь к вопросу ну да денег мало ну надо идти убеждать что вот надо снимать надо привлекать инвестиции со стороны частников надо убеждать что помимо прямой рекламы помимо на телеэфире помимо контекстной рекламы в интернете длинные сериальные истории имеют огромный потенциал для рекламодателей с одной стороны в виде продакт-плейсмента включение бренда в саму повествование с другой стороны в плане привлечения аудитории вот в ту самую экосистему сейчас все идут и создают что-то в интернете что-то где можно и посмотреть и и заплатить и купить если заплатить и купить там есть крепкие игроки на нашем казахстанском рынке то что еще посмотреть хорошо понятно но смотрите но с другой стороны есть такой фактор как финансирование сериалов министерства сейчас принципе основную часть сериалка производства казахстане финансируется финансируется государственные деньги с одной стороны это хорошая история да потому что но я так понимаю мне кажется надо посмотреть правде в глаза и сказать что было бы совсем мало бы в этой индустрии проектов просто из-за того что если мы частную историю берем рекламных денег не так много и например там вы там частные каналы бы они бы так думали так значит может быть мы сделаем один там до какой-то проект например в год ну на год денег и он будет должен быть себе включать все там и имеет штамм и все но с другой стороны у вас на этих трех-четырех проектах работали бы ну как замкнутый круг работа были работы были на самые лучшие специалисты потому что ну там не было бы этих 60 проекта в год с другой стороны эти 60 60 проектов они дают как бы индустрии двигаться дальше да это то что там еще кинопрокат отдельно как бы работает да и там тоже история в котором специалистов все больше и больше и когда-нибудь это количество должно все равно перевести в качество ну наверное уже переросло по моему в качество в некоторых отдельных историях да но это не сериальное производство это другое вот тоже кино сериалами путать во первых не надо это раз там несколько другие законы по поводу министерства хорошо по поводу государственных денег хорошо что идет понимание что нужны некие истории ну более глубокие и где-то может быть экспериментальный вот и мы идем на то чтобы снимать какие-то вещи которые не содержат сценарий в нарративе в диалогах там каких-то прямых посылов там не знаю там следовать десяти заповедям строителя коммунизма да ну какие-то какие-то вещи задачи которые преследуют который должно выполнять министерство информации в нашем случае их можно внедрять более изощренным более эффективным способом изощренным такое слово это какое-то такое но в том смысле там если мы берем это опять-таки какую-то драматургию сценаристику в принципе это как бы нормально потому что но всем нужно всем контент-мейкер нужно изощряться чтобы удивить да тут просто главная наша задача перевести некие такие лексические конструкции которые обозначены на бумаге типа там пропаганда военно-патриотического там воспитания что-то такое там да или там создание положительного имиджа рабочих профессий да все это переводить сценарно какую-то художественную форму в которой как бы ну людям интересно было смотря которая будет не склонны слушать лозунги ну там субботу вечером ну да лозунги они совсем уже как бы надоели и поэтому вот это движение она мне кажется происходит она происходит и снимаются истории которые не содержат прямых посылов и каких-то таких вот уж явных вещей которые интересны с точки зрения смотрибельности с одной стороны другой стороны понятно для чего они снимались ну в смысле на государственные деньги вот но тут вопрос такой что госзаказ наверное он есть и присутствует в нашей кстати доли он вдоль нашего телеканала он совсем такой небольшой очень небольшой в плане эфира да но нужно привлекать безусловно других игроков должен ли вот сейчас вот вот нынешнее время уделять больше этому внимание больше внимания сериалом там с учетом того что опять-таки эта история которая ну создает какой-то инвентарь который может работать долго да тот который сейчас может быть привлекает наибольшее ну я не могу сказать наибольшее внимание да но она может формного привлекать внимание несколько раз скажем да то есть его продавать можно но несколько раз да в отличие каких-то например программ которые безусловно увлечение производителей контент сериалами увлечение вообще бизнеса длинными сериальными историями эта история отчасти импульсная но мы понимаем что качели они раскачиваются из стороны в сторону и там производители косметики которые теперь там штатах снимают сериалы или там телекоммуникационные компании которые вкладывают огромные деньги в россии в производстве сериалов да это историк банки да эта история с одной стороны позитивная для рынка потому что деньги заходят и что то есть куда-то движется но с другой стороны это качели которые так или иначе в обратную сторону тоже качнуться и где-то будет какое-то что-то у стаканится в плане эфира казахстанского безусловно значение эфирного телевидения она по-прежнему очень большое несмотря на то что там прокладывают высокоскоростной интернет регионы и все может поменяться потому что придут новые сервисы в регионы там где их не было придет оптика да и грубо говоря моментально мы откажемся там даже от но смысле люди в регионах могут отказаться от даже цифрового телевидения в пользу опять же каких-то стримингов тут вопрос опять же оплаты тоже возникает мы как бы не самая богатая страна также как россия даже при наличии высокоскоростного интернета кто будет готов платить за а медиатеку там другие там стриминг платформы там это тоже вопрос отдавать деньги я это сейчас к чему так долго говорю к тому что для регионов по-прежнему эфирное телевидение важно с точки зрения показа закупного продукта турции российских сериалов люди в регионах хотят получать эфир бесплатный в первом во втором мультиплексе да у нас идет переход на цифровое вещание до получать его бесплатно в виде цифрового пакета платить за это просмотром теле и телевизионной рекламы и смотреть истории и про себя но в то же время смотреть истории снятые зарубежными производителями и поэтому говорить о том что все уйдет только в сторону собственного производства мало у кого из телеканалов есть возможности покрыть все собственным сериальным шоу производства так или иначе закупной продукт останется безусловно значение этого возрастает и надо снимать больше своего про себя и для самих себя и стараться продавать куда-то там за границу делать такое универсальное да да но пока в ближайшее время даже на государственных каналах значение закупного сериального продукта она по-прежнему очень высокая в эфире да то есть имеет большое значение турция турецкие сериалы которые смотрят и в бразилии точно также смотрят на государственных казахстанских телеканалах молодцы турки снимают снимают очень крутые вещи поэтому да ну как бы опять вопрос вот как бы денег денег вопрос аудитории если у федерального канала российского есть аудитория и он может позволить там на сто процентов покрыть все собственным продуктом или продуктом хотя бы изначально снятым на русском языке то в казахстане при других бюджетах и при других бюджетах и самих телеканалов и при других бюджетах рекламного рынка большую долю составляют вещи переведенные с турецкого на казахский язык переведенные там с индийского на казахский язык с индийского ну хорошо я не буду с индийского с индии наверное на хинди снимается наверное я вот всем представителям канала вот как сказать я прошу проверить на прочность вот эту гипотезу но принципе я уже ел как бы так или иначе уже как-то вам озвучивал таком разговоре не под камеру но я попробую еще раз да то есть ну моя гипотеза состоит в том что никто в казахстане ни одна продакшн студия кроме частного канала а их у нас там три да скажем так так а семерка и вы почему 31 да я сейчас вам объясню почему не 31 потому что вот эти первые это все-таки как дочерняя компания стресс и такие вот то о чем я буду сейчас говорить такие решения должны принять условно гони в алмате где не в астане а в москве да вот то есть три этих канала в силу своей силу форм собственности только они могут стать студии которая будет делать ну то есть здесь она будет кастера на внешний рынок на русскоязычный внешний рынок ну пока пока не она может стать скажем так продакшн студии продакшн студии которая может делать контент ну используя используя то что ну мы в одной русскоязычный как бы глубокая среде да во вторых ну то что у нас условно хоть и маленькая страна но наверное есть какие-то талантливые люди которые пока очень много да которые пока как сказать ну скажем так не в разбросе но грубо говоря пока не поняли что им нужно идти да пока они не системно и как сказать не не собраны не отобраны вот и то есть одна продакшн студия который ну то есть для внешних игроков это продакшн студия то есть ну кто все кто покупает контент а в частности если мы говорим сейчас про сериальные ну самый такой там и мировые и российские и просто телеканалы то есть ну вот из этих трех там да условно где ктк наверное ближе всего к этому то есть делать свой контент стать условно г продакшн студии вот на внешний русскоязычный рынок продакшн студия как бы мне кажется не совсем точное определение скорее ну такой продюсерский центр но в смысле да потому что ну продакшн это производство там вот повторяю ту мысль и я говорю о том что значение телеканалов помимо того что они обладают там эфирным вещанием там лицензии она во многом в том что есть накопленные накопленный опыт в плане изучения запросов аудитории абсолютно правы вы я с вами согласен но тут имеет значение не столько наверное даже производства даже сколько продюсинг в плане сценаристике и в плане производства исполнители они могут быть привлеченные самые разные но получается в основе таких студий которые ну грубо говоря становятся скажем так большими да ну или в основе там ну вот если мы говорим про тот же наш рынок русскоязычный скажем то у них библиотека прав ну то есть они производят собственный какой-то контент либо с разделенными правами но так иначе и контракты с авторами ну то есть большие авторские группы которые не на аутсорсинге но это может быть аутсорсинг но все равно это как рассказать такие возможности студии да то есть но это вот выращены выращены привлеченный так или иначе большой состав по креативу плюс включая креативных продюсеров и там контрактора ну и библиотека прав собственно ну это составляет стоимость кубога такой студии ну понятно что снимать ну есть же там режиссерские продажены продакшены там пост ну там которые берут отдельные аутсорсинговые там работы например но немножко не про то когда вы нанимаете продакшен студии которая пишет сценарии там условно говоря там да и полностью разрабатывает потому что все остальные каналы насчет руки сейчас просто ну является заказчиками тоже как бы выполняет форму продюсинга но это в основном выбор выбор идей потом выдачить там денег до заключение контрактов вот кубогатых хорош продюсер скорее всего принеси нам классный проект поэтому ты классный покажи да да а это же немножко другой да то есть отнимите ну да можно там операторский продакшен любой продаж и привлечь для того что внутри студия которая обладает этой компетенцией по креативу продажи в том числе да 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 безусловно что мы должны найти если телеканалы должны казахстанские телеканалы для того чтобы выжить на рынке должны отходить от манжа от модели обладания просто эфирные лицензии мы должны переходить в сторону что она уже немножко нивелировалась ну в общем таком окружающем мире слухи да они немножко преувеличены а то что она совсем да ну я не буду совсем но она немножко уменьшена трансформироваться надо однозначно и развивать те вещи которые до недавних пор для нас ну как бы не имели особого значения внешние рынки работа с правами креативный продюсинг сценарный департамент вот как бы даже если мы где-то привлекаем каких-то сторонних специалистов в плане сериального производства то мы целенаправленно идем на то чтобы истории придумывались и расписывались нашими специалистами потому что это главное главная ценность да мы целенаправленно взращиваем своих сценаристов мы говорили и о докудрамах мы говорим и о сериальном производстве последние успешные истории этой истории я очень горд этим этой истории которые написаны нашими ребят ваша авторской группы нашей авторской группой да и телеканалы безусловно должны трансформироваться где-то в производителей контента где-то в какие-то продюсерские центры которые покрывают не только наш рынок укрывают какие-то внешние рынки которые готовы на какие-то эксперименты с кинопроизводства которые готовы на эксперименты в плане копродакшена которые на готов готовы на эксперименты но осознанные эксперименты вот к сожалению кстати вот на на телеке Мы тут, в смысле, эксперименты у нас вообще не… Эксперименты всегда, они… Такие творческо-импульсивные, скажи. Не-не, эксперименты, они всегда создают риск обвала по рейтингам. Поэтому, с одной стороны, эксперименты – это хорошо, но, с другой стороны, эксперименты – это стабильность и какой-то такой рейтинговый расчет на телеке – это тоже имеет огромное значение. Чтобы вы не придумывали, у вас есть каждодневные цифры, которые… Ежедневные цифры, которые… Да, ежедневные какие-то… Вы не можете их ронять. Слоты в эфире, которые нельзя ронять, потому что их падение, оно… Много усилий было приложено для того, чтобы они сейчас… Для того, чтобы выстроить удачную сетку, для того, чтобы получить нужный инвентарь для выполнения этих рекламных. Обязательств. Ну, как бы вот… Трансформация, она, да, возвращаясь к этому, она должна происходить. И кто, как не телеканалы, как раз вот смогут заняться этим. Потому что… Объединить и продажи, объединить и креативный продюсинг, объединить и разные, может быть, независимые департаменты, которые существуют на рынке. Там режиссеры, операторы, постпродакшн где-то там. У вас еще есть уже опять экспертиза, опять-таки, то, что вы уже сказали по предпочтениям, это первое. Второе, это же может быть… Понятное дело, что это трудное в качестве эксперимента, но это же можно тестить, опять-таки, если бы в продакшн-студии, например, у нашей была бы возможность, например, там, снять одну серию сериала и где-нибудь тоже ее попробовать, например, да, ну, посмотреть, потом оглянуться, сделать там еще лучше. Это же тоже, ну, такая… Ну, в нашем деле получается очень большая, как сказать, подмога, да, потому что мы понимаем же, что у нас везде сроки там и так далее. Мы снимаем готовый продукт. Возможно, ну, какие-то вещи можно было подправить, если бы мы знали. Ну, условно говоря, если бы мы делали, например, какой-то проект там на Казахстан, да, например, и, ну, хотя бы сценарно, да, на казахском языке, может быть, этот же проект мы делаем, к примеру, потом на русскоязычный рынок, мы уже учитываем то, как проходил на казахстанском рынке, да, то есть какие-то недочеты, например, и уже, ну, делаем проект лучше, потому что там, ну, соответственно, на том рынке требования, ну, там тоже достаточно высокий. С другой стороны, произошла такая забавная ситуация, поворот, потому что какое-то время каналы все обладали специалистами для производства собственного, да, потом все, ну, как бы, пока не общая тенденция, что каналу надо, так сказать, закупать только, выполнять эту функцию, ну, там лет сколько там, 6 назад, наверное, 7, ну, что аутсорсинг – это лучшая форма, то есть, ну, то есть несколько продажных компаний, каналы являются заказчиками, а мы уже в наших рассуждениях опять возвращаемся к старому, то, что каналы должны набирать. И то, и то, и то должно присутствовать, просто вопрос возможности погружения телевизионных продюсеров в историю, ну, то есть просто не хватает времени прочитать все эти, все, я вот ваши сценарии все я не прочитал, и все серии не посмотрел, честно, ну, вот честно, не хватило времени посмотреть. Ну, у вас есть возможность зимой. 70 серий, зима впереди, можно взять, распечатать сценарий и смотреть жатку стар. Да, это, кстати, большой вопрос в том плане, что если делать так, то, ну, есть же большой объем работы менеджерской, да, то есть, а эту компетенцию, ну, невозможно, ну, как сказать, там, делать так вот. Не так много специалистов, это, ну, это правда, которые работают на телеканалах и в силах выполнять вот эту вот продюсерскую функцию, сочетая самые разные факторы, сочетая, в первую очередь, какие-то, ну, в голове у себя сочетая какую-то эфирную перспективу, чисто какие-то моменты индустриальные, операционная деятельность. Ну, таких специалистов не хватает, ну, как бы их везде не хватает. Ну, просто возвращаясь к тому, что у нас просто людей меньше, значит, у нас есть специалистов таких меньше, да? Да. А каналов много. Да, каналов в стране много. Так же, как везде, да, условно говоря. А людей меньше на это. Ну, да, соответственно. Математически, наверное, ну, с другой стороны, ну, в некоторых областях же наша страна показывает какие-то такие антиологические, ну, особенно то, что касается творчества, там. Ну, вот я думаю, что, вот, например, вот веб-сериалы в следующем году вот на этом пространстве, мне так кажется, или хочу в это верить. Победят на детском Евровидении? Нет, ну, именно казахские веб-сериалы. Казахские веб-сериалы. Ну, там, ну, вот, Юрдена там на первом этом, понятно, делать не сильный отрасль, это на первом фестивале веб-сериалов, он там взял награду с казахстанским. Я просто вижу, что у нас некоторые вещи, то есть не структурированы как рынок, да, может быть у нас, как индустрия, телевидение, например, слабее, чем, например, в Украине. С другой стороны, может быть, и музыка также, каких-то лейблов нету. Но это, с другой стороны, является нашим преимуществом, потому что мы, ну, как сказать, у нас, то есть у нас нет вот этих вот, грубо говоря, иерархии больше, да, то есть у нас в любой момент любой человек по социальной лестнице может прыгнуть, как бы, высоко благодаря тому, что он выделится, да, там, творчески. Ну, это всю историю развивать надо, это вот радует то, что движение индустрии, оно ставит новые вызовы, оно заставляет нас меняться. Да. То есть самое главное нам понять, что мы, вот как телеки, эфир, сидеть на эфирной частоте дальше, и уже вообще никак нельзя, потому что все там двинулось в другую сторону, и это нам самим-то интересно, ну, в смысле, это важно, это нужно. Движение идет, и жаловаться на то, что рынок маленький, наоборот, надо находить, вот вы абсолютно правы, находить новые коридоры для реализации, то есть делать там для россиян, почему, если Украина там делала и делает до сих пор, и во многом их скачок в свое время в плане телевизионного или кинопроизводства, он был в первую очередь был связан, да, ну, понятно, и с какими-то своими там компетенциями, количеством людей, проживающих в этой стране, которая влияет и, соответственно, где-то и на количество людей, работающих в этой сфере. Ну, да, ну и много талантливых людей, понятно, но они все... У нас еще больше талантливых людей, наверное. Я тоже считаю, что у нас больше, это еще больше талантливых людей. Да, да. На количество населения у нас, люди у нас свободные в этом плане. Учиться надо, учиться надо создавать истории универсальные, дальше изучать предпочтение собственной аудитории и ей давать что-то, причем самое разное, где-то что-то такое мелодраматическое, но свое и крепкое, где-то искать какие-то новые пути, там, россияне, там, последние кейсы, там, да, это какая-то там сатира, ну, там, где-то там... Ну, да, у них ситуация такая, очень востребована, возможно, и сатиры, похожая ситуация, в принципе. Ну, да, вот востребована сатира и уже делают истории, которые, в принципе, повторяют, там, год культуры повторяют, там, в чем-то, там, в посыле, да, в реализации, там, вот эту главную премьеру ТНТ, как оно, забыл с деревянка, домашний арест, да, ну, тоже, как бы, истории из одного ряда, ну, находят новые какие-то направления в плане каких-то сценарных конструкций, ну, здорово, классно, нет, надо придумывать, изучать собственную аудиторию и стремиться на внешние рынки. Они-то, они-то у нас уже давно на рынке, и все трубят об этом и говорят, там, вот, экспансия, захвата, да, нам надо захватывать их. Большое спасибо за эту беседу, я думаю, что очень много полезного наши немногочисленные, но зрители нашего канала извлекут из этого. Если можно, я вас еще немножко потероризирую в том плане, что не потероризирую, скажем так, воспользуюсь этой возможностью. Если кто-то хочет попасть в авторскую группу канала КТК, вы мне присылайте заявки, а я прямо Долуяну буду лично в руки. Нет, нет, самое лучшее Николай оставит себе, а то, что там потом останется, он отдаст на КТК. Самые крутые авторы останутся в первом творческом обеспечении, я понял. Нет, мы же договорились о том, что, как сказать, продакшн-студия не может быть этим глобальным игроком. Поэтому мы как бы, а если как бы КТК, ну, у вас есть возможность создавать большие авторские группы, у нас нет такой возможности, просто финансовой и, ну, там, управленческой в том числе. Поэтому я буду их всех передавать. Не-не, надо, конечно, мы, вообще, мы как бы, не всегда хватает времени, но это время нужно находить для того, чтобы читать и общаться с людьми, которые готовы придумывать идеи, которые готовы писать. Вот на это мы будем тратить время. По-моему, это самое... Да, это я тоже считаю. Это самый главный момент. Авторов надо искать, авторов надо смотреть, читать и тратить время. Даже как индустрия построена в Голливуде, где есть куча читателей профессиональных, которые читают, читают и читают. Наша проблема в том, что у нас на каждом канале по 2-3 продюсера, которые заняты какими-то текущими моментами, и нет времени у них читать, очищать надо. Я говорю об этом канале, что, с одной стороны, на каналы нужны редакторы, которые не по языку, а которые структурно обсуждают это с точки зрения канала. С другой стороны, где этих редакторов взять, если у нас, грубо говоря, и так, у производителей нет таких людей тоже профессиональных, которые могут разобрать твой сценарий, что-то предложить и так далее. Если мы сами продюсеры, они и влезут, условно говоря, эти редакторы. Ну вот мы в январе собираемся делать сценарную конференцию, поэтому вас приглашаем. Да, я обязательно приду сам и приведу наших авторов. Классно, было бы вообще. То есть мы потихоньку это начнем сейчас, и в январе, надеюсь, как раз будет затишье, мало кто что-то будет писать, будет много времени. Я думаю, мы эту конференцию проведем, потому что она нужна всем, мне так кажется. Да, спасибо, Николай, вам, потому что, несмотря на достаточно узкую аудиторию канала, это здорово, что есть люди, которые, помимо того, что снимают, зарабатывают деньги, двигают эту историю как-то индустриально. Вообще об этом нужно… Да, не, ну это правда здорово. Для меня это вообще, ну когда открыл канал, а когда открыл Facebook для себя, это я посмотрел. Должны быть люди, которые уделяют этому время и которые относятся к этому бизнесу не только как к бизнесу, но как к делу, которое интересно в плане творчества. И опять же, творчество не в таком, в кавычках понимании, творчество, да, а в плане индустрии. И об этом вообще, чем больше будем собираться, чем больше будем говорить, не ездить куда-то и не привлекать каких-то там тренеров и экспертов, но и говорить сами, развиваться сами. И чем больше мы будем говорить сами об этом, тем дальше будет двигаться индустрия. Ну я совершенно с вами согласен. И мы разговаривали тоже с продюсером, и все хотят говорить друг с другом, просто нет какой-то формы. Даже вот проводя вот эти интервью, я, например, очень много что узнаю. Ну то есть у меня такого нетворкинга, честно говоря, ну то есть вот я раскрываюсь. Там легче становится, как к психоаналитику сходил, да? Не-не-не, но я много информации получаю. То есть много информации, вот, например, сейчас вот то, о чем мы говорили, и каждый раз, когда мы беседуем с любым представителем индустрии, мало, ну, есть ли достижения, нет ли достижения, там всегда есть какая-то информация, которая, ну, как бы полезная, она уже применима, мы же в одной стране живем, она такая, но там не из учебников, как там это устроено в Голливуде, да, а это как здесь. Ну, спасибо большое, Доверен. Все отлично. Все хорошо. Давайте. Надеюсь, эта беседа была полезной и занимательной для вас. Можете в комментариях, можете в личку отправлять какие-то свои работы, либо какие-то свои заявки, то, о чем мы говорили уже с Дауреном. Я обязательно все передам лично в руки. Ну, то есть, если кто-то, я знаю, что я бываю на некоторых питчингах, многие авторы, ну, как бы, они думают, ну, никто же не смотрит, не читает, как бы, вот именно, именно вот эти работы, которые вы считаете, что заслуживают того, чтобы вы попали, например, в авторскую группу телеканала КТК, я передам Даурену, воспользуясь такой возможностью. Это был видеоблог «Сиреный продюсер», меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока!